Приветствую вас и давайте попробуем последовательно разобраться в том, что вы написали. Значит, первое, что хочу вам сказать. Больше года вы встречаетесь с женщиной. Это значит, что срок уже достаточно большой, а за это время вы успели человека более-менее узнать. Вы отдаёте себе чёрт в том, что это за человек, как он себя ведёт и так далее. И вы можете представить себе, что будет с вами дальше. С вами я имею ввиду как спара. Давайте зададим вопрос. Устраивает ли вас то, что с вами будет по вашему представлению? Как спара. Устраивает ли это вас? И если да, то проблем нет. Если нет, то что вас не устраивает? Этот вопрос нужно разобрать. Далее. Вы пишите, что любите очень её и хотите жениться. Это означает, что вы считаете эту женщину той самой, которая для вас будет единственной. Это означает, что вы хотите прожить с ней свою жизнь. И это очень здорово. Это очень прекрасно. Это означает, что вы принимаете её такой, какая она есть. Хотите сделать её счастливой. И по всей вероятности, хотя, безусловно, утверждать этого нельзя, она тоже хочет сделать вас счастливой. Это, безусловно, очень хорошо. Это прекрасно. И я вас поздравляю с этим. Идём дальше. Она старше на 15 лет впечатливой. Как и сказал Андрей Смирнов, любви покорны все возрасты. И если вас не смешает возраст, если вы прекрасно находите общий язык, то проблем никаких нет. Напротив, она, как и женщина постарше, является более опытной, более спокойной. И это при правильной постановке вопроса принесёт вам только лишь позитив. Только лишь хорошие моменты. Именно об этом и нужно в первую очередь думать. Если человек устраивает вас во всём, то это прекрасно. И неважно, сколько ему лет. Дальше. Вы пишите, что у неё есть ребёнок от другого мужчины, который, по вашему мнению, похож на этого самого мужчину. И вот здесь, наверное, та самая проблема, которая не даёт вам покоя. Проблема эта связана с тем, что, во-первых, этот ребёнок, как бы напоминание вам о том, что женщина была с другим мужчиной. Вступала с ним, с этим другим мужчиной в связь. И результатом этой связи стал ребёнок. Безусловно, его наличие, наличие ребёнка бьёт по вашей гордости, по вашей взаимооценке. И, в общем-то, заставляет вас понимать, что вы не единственный мужчина для этой женщины. Хотя, вам бы этого, наверное, очень сильно хотелось бы. И тут нужно понять следующее. Во-первых, женщина ни в коем случае не несёт ответственности за своё прошлое. И если она познакомилась с вами, когда она с вами познакомилась, у неё уже был ребёнок обмышленный, то вы не можете ничего с этим поделать. По сути, если вы её любите, то вы принимаете её такой, как она есть, безусловно. И если вы любите её, то и ребёнка нужно тоже принять. В одном случае получается, что вы и женщину принимаете не полностью, а это очень плохо. Дальше. На кого бы ребёнок похож не был бы? Женщина с вами. И она любит вас. И это означает, что её прошлое именно прошлое. Но осталось прошлое и больше никак не влияет на жизнь этого человека. То есть женщина, которая идёт раньше. Вам нужно принять тот факт, что и у вас было какое-то прошлое, и у неё было какое-то прошлое. И у каждого из нас есть своё прошлое. От этого, к сожалению, никуда не деться, как бы нам не хотелось. И если вы будете к этому ребёнку относиться искренне, как к неответственной части вашей женщине, то вы очень быстро поймёте, что ребёнок тоже может быть вашим. Что ребёнок только лишь внешне похож на мужчину другого, а по сути это сын вашей женщины. И вы можете внести свою лепту в становление этого человека, если захотите. Почему вы обратили внимание на то, что ребёнок похож на мужчину? По-моему, вы по какой-либо причине сомневаетесь в себе. Сомневаетесь в том, что вы действительно для твоей женщины единственный мужчина. И вам по какой-то причине неприятно. Вот то, что нужно понять, это то, что проблема восприятия вами ребёнка, она ваша. Это не проблема женщины, это проблема вашего восприятия. И связана она с тем, как вы себя оцениваете, как вы себя видите, как вы к себе относитесь и как себя позиционируете. Объективная женщина не может сделать ничего, она не может изменить внешность ребёнка, она не может убрать его, потому что он уже родился и она его любит. Вам остается либо принять его таким, как он есть, этого ребёнка, или нет. И если вы не принимаете этого ребёнка, то, соответственно, не принимаете и женщину, которую любят. А если вы хотите принять ребёнка, но что-то вам мешает, то нужно понять, что. Ведь если вам мешает что-то, это означает, что у вас есть проблемы с самооценкой, проблемы с уверенностью в себе. И вот эти проблемы нужно решать. Каким путём? Первый путь – это путь внутренний, то есть проработка внутренних причин такой неуверенности. Понимание того, откуда она идёт. Скорее всего, она идёт с детства или из какого-то неудачного опыта ваших. Соответственно, это нужно проработать. И внешняя сторона – это касается реализации вас как мужчины и как личности в разных сферах. Не только в любом сфере. Для того, чтобы вы поняли, что вы достойный человек, что вы востребованный человек, что вы достойны того, чтобы быть счастливым и чтобы быть единственным для своей женщины. И вот так, получив уверенность в себе, обретя её, вы по своей сути станете не восприимчивы к таким объективным вещам, как ребёнок, похожий на другого мужчину. Вы просто начнёте относиться к этому как к неизбежному факту. Да, не самый приятный. Но, тем не менее, факт. И вы осознаете, что он не имеет никакого значения ни для вас, женщины, ни для этого ребёнка. Только вы сейчас определяете, каким будет этот ребёнок. Если вы от него будете отдаляться, если вы не будете проводить с ним время, если вы будете думать о себе и зацикливаться на своих страхах и сомнениях, то ребёнок будет похожим на своего отца. А если вы будете думать не о себе, а о женщине, которая хочет дать ребёнку счастливое детство и счастливое будущее и о самом ребёнке. Если вы сможете не отделять ребёнка от своей женщины и любить его как свою женщину, как продолжение своей женщины, то вы сможете дать ребёнку частичку самого себя и этим самым сделать его похожим на вас. А внешность, внешность очень быстро вызовет вас привыкать. И вы уже не будете заострять внимание на том, на кого этот ребёнок похож. Думаю, также очень хорошим вариантом было бы для вас начать от своего собственного ребёнка. Это помогло бы вам. Но делать этот шаг нужно осторожно, чтобы ни в коем случае не обидеть, не дискредитировать, не ужимать ребёнка женщин. Чтобы ваш ребёнок не стал средством для самоутверждения в ущерб другому ребёнку. Именно так вам нужно двигаться, именно так вам нужно к этому относиться. Ну а если вы захотите проработать ваши личные моменты и проблемы, то милости к вашу личку с радостью вам помогу. Если понравился ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...